видели когда-нибудь такой диван который помещается в такую коробочку видели мы тоже нет но сейчас посмотрим новый диванчик в комнату где артем жил потому что там матрас просто так кинут не туда и не сюда я решила взять небольшой такой диванчик хоть что-то там бы стояла потому что там от кровати матрас тут такой бардачелло ничего еще не что-то комната что это в принципе еще вещи какие-то не забрал свои тут я своими делами занимаюсь кстати свои картиночки приколотили ну короче работы дофига еще ну и вот в это место чтобы она не пустовала сюда небольшой диванчик взяла и вот сникольная комната я сделала глажу тут вот белье сейчас достала те стулья еще отдать надо тут у меня кладовка глажу пылесос стоит все она типа раскладушки или бралось такое чтобы он раскладывался чтобы если вдруг кто приедет спать можно было завакуумировано все типа раскладушки убрала только в форме дивана как он не другой 200 айра всего лишь просто чтобы не было там пустоты не знаю когда я займусь теми комнатами когда я все разгребу там вот ножки такие ножки так что ты любишь тетрис этот как его называют конструктор собираю конструктор сейчас бумагу балкона выкинули опять а кто-то сомневался что ее надо было поставить и не положить даже нет они привязали тут эти шурупы чтобы не потерялись тихонечко сейчас будет целую проблему ты зачем отрываешь может это нельзя отрывать это вот методом тыков начинаешь видишь какой ты уже уже дергаешь все книжечку у нас у нас этот книжечка смотрится после того как сделал после они до до так бардак коробки коробки летом надо взяться за эти комнаты вещи еще не все забрал почему-то очень короче девкина быстренько мне собрать диван на ту очень сложная конструкция вот такой небольшой диванчик раскладушка получился он там что-то 200 лари там у меня еще и пункты были сколько-то так еще помятый такой но ничего ну ничего не жесткий он раскладывается так если одному переночевать то можно разложить все равно уже не не так пусто сижу девочки разрабатываю моторику пальцев зимаш однако близко носочку вижу кому-нибудь глядишь и пригодится носочка теплая шерстяная начище делать с утра прибрала все перед работой телевизор включила вот и сижу занимаясь рукоделием ой целый день дождь то вроде солнышко выйдет опять зайдет и льет и льет у меня на балконе сегодня убирала балкон все хлюпает лишние горшки повыкидывала еще остались эти висячие растения мужа все так что надо будет скоро покупать елочки и повтыкивают елочек туда казалось бы времени вагона тележка нет уже середина ноября заканчивается потом как ни странно декабрь не знаю какая нас зима ждет поживем как говорится увидим где-то не читала что сказали вроде бы как зима будет холодно но следующему году лето будет в европе аномально жарким у нас начались от последнее время с крайности в крайность с крайности в крайность уже как-то начинаешь привыкать главное чтобы был мир во всем мире хотя вот за это природа и наказывает что люди глупые уничтожают сами себя за это природа наказывает чтобы люди смогли понять что неправильно что-то вы делаете так не надо делать они делают потому что сейчас люди особенно которые власти они почему-то считают что они выше бога но они вообще это истинно они считают просто себя богами бога нет они боги поэтому и распоряжаются чужими жизнями ну правильно темным силам тоже нужны свои воины в кавычках и чем больше они здесь наделают всякой черной черных делов тем лучше будет для тех сил вот они делают а тот вы слыхали тот то вообще этот маразматик то старый который то в памперсах разрешил такими ракетами дальнобойными бомбить он же прекрасно если бы был умный человек он же прекрасно бы понимал чем это может закончиться это может быть конец человечеству вы понимаете вот это говорится как говорится перед смертью не надышишься думает блин я пока еще это побольше побольше грешков то наберу да нормально это люди понимают как только начнут те ракетки лететь все человечеству будет опа ну как говорится я уж тут точно бессильно поэтому такие вот дела будем жить и посмотреть что же нас ожидает уничтожат они планетку или не уничтожат вот дай придуркам было значит вывод наши зеленые сделали человеки которые кушают мясо и молочку они много продуцируют газиков понимаете газиков не знаю рассказывала я вам уже не рассказывала и чтобы как-то избежать этого ну запретить то они не могут запретить просто вот этим организациям мясокомбинатом молочным комбинатом поднять налог поднять налог поднять налог вот представьте только на секунду ну подняли они им налог какие то выживут какие то обанкротятся но человек например взять моего сережу он без мяса жить не может он ему как ел так и будет кушать или молочку то же самое мне вот интересно а где вот этот институт находится которая вот которая вот измеряет сколько газиков выпускает тот или иной вот человек значит у них где то есть и где то у них есть люди которых они кормят одного там мясо другую молочку и замеряют замеряют от каких продуктов больше газиков выходит вот так и разрушается здравый смысл чем больше глупых дебильных законов тем быстрее и страна падает в ямку понимаете сейчас в то время когда вот такие всякие военные конфликты обязательно надо думать как спасти планету экологию вот они говорят про мясо про молоко про коров про газики но ни один из них не говорит сколько тонн сжигает выпущенная ракета сколько тонн кислорода сжигает выпущенная ракета ни один из них это не говорит что интересно и даже вот эти вот которые за экологию борюсь они за то чтобы эти ракеты пускались логика и здравый смысл отсутствует напрочь у этих товарищей я бы какой-то борзометр такой придумала чтобы у них измерялось можно за их серым существом еще там сидеть или уже все списывать надо понимаете да ай чё уж там пускай делают налог еще больше на мясо там на мясокомбинаты на молочные эти комбинаты мы себе купим ружья и пойдем уток стрелять а я уже знаю я приглядела где фазаны бегают и где уточки если вдруг что места раскрывать не буду потому что у меня так всегда только что-нибудь рассказала и все все сразу всем надо потом я прихожу туда а там шиш для себя поэтому кстати девочки многие спрашивали за повидло за это повидло которое покупаю где я покупала раньше оно было во всех больших магазинах но вот эту неделю я смотрела у нас есть такой магазин циммерман вот эту неделю он в ангиботе это повидло вот это вот литровая баночка по-моему она литровая насколько я помню там ойра 60 что ли она стоит это вообще с нынешними ценами копейки за такое повидло так что тесто вот это новое тесто которое покупала дрожжевое молочное сладкое да я была в магазине его уже нет другое разное все лежит а этого уже нет вот стоит только показать девочке ну я понимаю ну мне то оставляйте чего то благо что у меня это повидло еще банка есть а то так то уже наверное сегодня с утра все в циммермане но оно реально именно напоминает то повидло наше советское и вкусное и недорого я вот сколько раз пыталась такое сварить но не получается у меня все равно не то тоже вкусное но не то поэтому я не знаю в циммерман там потом наверное еще знаете у нас какой же магазин как уже он называется там однозначно тоже должно быть я забыла ну посмотрите по своим магазинам я ж не знаю как в вашем городе какие магазинчики там есть и это и попробуйте вот такие вот дела ну что я сейчас дальше включу фильм осталось тут два часа перед работой это я вот ну наверное час тому назад начала сейчас я его и закончу и сегодня еще такой же свяжу если пальчики болеть не будут маникюр что сделала тогда сделаю такие вот дела ладно девочки всем хорошего вечера у кого ночь всем спокойной ночи я дальше работать вот эти